В эфире новости в студии Наса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Цель – создать собственника на селе. О новой государственной программе по развитию сельского хозяйства рассказал президент. В 2017 году Ингургес приостановит работу. Брифинг генерального директора Черномор-Энерго. Праздник близкий и Абхазии. День России отметили в Сухуми и Ачинчире. Государство выделит 400 миллионов рублей из российской инвестиционной программы и других источников для субсидирования частных фермерских хозяйств. Это будут парниковые производства, шефство над которыми на первых парах до их полной окупаемости возьмет на себя управляющая компания. После этого хозяйство перейдут в полную собственность крестьянина. Об этом заявил президент Рауль Хаджимба во время расширенного заседания по вопросам развития экономики государства. Как это должно будет выглядеть на деле, разбирался Рустам Зонтария. Частное государственное партнерство, о котором так много говорилось в кругах специалистов, по словам президента Рауля Хаджимба, настало время реализовать на деле. Пути его воплощения различные. В ходе формирования нового проекта рабочая группа при администрации президента использовала опыт европейских стран, в частности Италии и Испании. Раскрыл детали проекта один из его авторов – советник президента Амиран Лагвилава. Самое главное в этой программе состоит в том, что мы создаем и отдаем не просто теплицы на этих участках размером тысяч квадратных метров. Ядром всей этой истории будет управляющая компания государственная, которая будет заниматься агрономией, которая будет давать рассаду, которая будет давать семена, торфи и все, что для этого необходимо. После этого при этой управляющей компании будет создан РЦ, распределительный центр, уже есть предварительные договоренности с российскими сетевиками. Они даже уже готовы подписать предконтракты. Так что мы надеемся, что в самое ближайшее время при осуществлении всей этой программы мы создадим гарантированный спрос. Мы наполним наш внутренний рынок различными видами овощей и зелени туда входят и салаты, и огурцы, и помидоры, и брокколи, и спаржи, и артишоки. Это все те товары и все те культуры, которые не очень хорошо произрастают на территории нашего соседнего государства, партнера Российской Федерации. Они будут более чем востребованы. По словам Лагвилава, крестьянин будет с самого начала со владельцем предприятия, получающим прибыль, а после выплаты государственной доли капитала управляющей компанией станет полноправным хозяином среднего размера предприятия по выращиванию овощей. Работать только на себя, по расчетам специалистов, крестьянин будет уже через 17 месяцев. Источник средств для реализации проекта – российская финансовая помощь. Переговоры по этому направлению уже ведутся в профильных министерствах. По поводу источников финансирования, механизмов финансирования, работа идет. По вашему поручению ездили в командировку, общались с нашими российскими коллегами. Сейчас мы прорабатываем механизмы. Четыре основных инструмента финансирования сейчас детализируются. Первый – это проектное финансирование. Второе – это аренда средств производства с правом выкупа. Третье – это субсидирование процентной ставки по взятым финансовым ресурсам, кредитам. Финансироваться будут и курсы повышения квалификации абхазских фермеров, где крестьянин сможет узнать о современных и экологически чистых методах выращивания продуктов. Выдержит ли национальный проект конкуренцию зарубежного сельхозтовара, или здесь государству также следует оказать помощь крестьянину. Помочь нужно. В этом убеждены как отдельные парламентарии, так и члены правительства. Надо будет как бы непопулярные меры, может быть, Раул Джункович попытаться применять. Вот, скажем, Министерство обороны сегодня. У нас в армии служат люди, они закупки производят, в том числе сельскохозяйственной продукции. Они ее приобретают за пределами Абхазии. Я не знаю, может быть, какое-то волевое решение принять, если это производится в Абхазии, чтобы приобреталось только в Абхазии. С тем, чтобы мы крестьянину поможем, я думаю, что и по цене они будут намного, как бы, ну, так скажем бы, не вдумайте, нет. Ну вот возьмем помидоры и огурцы сегодня. Я думаю, сегодня у нас ее производят в таком количестве, которое может обеспечить нашу армию точно. У нас санаторно-курортные объекты, ну, там есть какие-то определенные нюансы, но потому, я говорю, надо принять, может быть, непопулярное решение. Мы прекрасно знаем, к сожалению, производство сельхозпродукции в республике Абхазии находится на крайне, в низком уровне. И отчасти одной из причин происходящего, это завоз продукции извне, по, так скажем, условно говоря, демпинговым ценам, потому что большинство продукций, которые завозят в республике Абхазии, она производится на крупных предприятиях, и частные приусадебные хозяйства конкурировать по цене они не в состоянии. Потому что продукция, выращенная на приусадебном хозяйстве, будет по определению дороже, чем та продукция, которая выращена в крупных хозяйствах, расположенных на сотнях гектарах, используя технологии гидропоники, она никогда не будет дешевле, чем эта продукция. Если мы какой-то механизм защиты отечественного производителя с точки зрения внешнего завода продуктов не выставим, я боюсь, что этот проект не сможет заработать. Амиран Лагвилава согласился с необходимостью протекционистских мер для абхазского крестьянина. По его словам, новая программа станет ядром для реального наполнения прошлых сельхозпроектов, в частности, по насаждению яблоневых плантаций. Кроме того, планируется активно использовать построенные ранее овощехранилища. В завершении заседания глава государства поручил профильным министерствам создать рабочую группу, чтобы в 10-дневный срок представить уже доработанный единый пакет предложений по данному проекту. Я думаю, что в течение 10 дней нужно представить соответствующий пакет предложений. Поэтому я просил бы и вице-премьера, и вас включиться в этот программный, как говорится, для нас документ. Он фактически как бы есть, он красиво там изложен, но нужно, чтобы эти вот картинки были бы реализованы в дело. Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, депутатский корпус, я думаю, нам поможет. И все вместе давайте мы создадим условия для того, чтобы ситуация на селе изменилась. Если даже половина включенных в проект крестьянских подворий в итоге разовьется в успешные фермерские хозяйства, проект, по мнению Рауля Хаджимба, можно будет считать состоявшимся. Но его официальная презентация должна состояться уже в этом месяце, после доработки предложений рабочей группой. Рустам Зантария, Раму Камке, Абаза ТВ. Об итогах встречи, на которой обсуждались вопросы по ремонтным работам на Ингургес, рассказал журналистам руководитель РУП Черноморэнерго Аслан Басари. Напомним, встреча прошла 11 июня при участии самого Аслана Басари, депутата Ахребжане. Грузинскую сторону представляли министр энергетики Грузии Каха Каладзе и его зам Илья Илашвили. Ингургес продолжает оставаться площадкой, сотрудничать на которой Абхазия и Грузия вынуждены, несмотря ни на что. От этого зависит энергообеспечение всей республики. Без взаимодействия с грузинской стороной априори получать электроэнергию на территории Абхазии невозможно. Так же, как и наоборот, этот объект не может функционировать без нашей стороны, со стороны Республики Абхазия, для естественной энергосистемы Республики Грузия. Говоря о реконструкционных работах, Басари отметил, что часть из них уже ведется. Имеется в виду ремонт на перепадной ГЭС-1. Там проводятся на сегодняшний день очень масштабные работы, связанные с тем, что водоотводный канал, по которому идет сброс воды, он в очень плохом состоянии. И с начала ввода в эксплуатацию этого объекта этот канал не ремонтировался. Однако, еще более масштабные реабилитационные работы запланированы на 2017 год. Туннель, деревоационный туннель, который идет со стороны Республики Грузия от плотины, от арочной плотины, от гигантского сооружения, он тоже, собственно говоря, очень многие годы не ремонтировался. По нормативам его ремонт должен проходить порядка каждые пять лет, но, к сожалению, большому этот нормативный срок уже вышел. При проведении этих работ Ингургес будет полностью приостановлено, ведь они предусматривают полный слив воды из туннеля. Сам собой возникает вопрос об обеспечении на это время Республики электроэнергии. Мы проводим консультации по решению вопроса запитывания именно Республики Абхазия со стороны Российской Федерации. Журналистов заинтересовал вопрос, как будет производиться ремонт и какое участие в нем примет Абхазия. Частично в реабилитации этих работ участвуем и мы, теми возможностями, которые у нас существуют. Где-то техникой, где-то содействием, где-то каким-то материалом. Финансирование основной части ремонтных работ, как уже идущих, так и планируемых, Грузия берет на себя. Их финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Он финансирует, по сути, государство Республику Грузия. И, по сути, из того, что мы знаем, компания, которая обслуживает Ингургез, она кредитуется. То есть это заемные средства, которые они впоследствии должны выплачивать. Басария также рассказала о том, что около 70% рабочих, принимающих участие в ремонте ГЭС, – жители Галского и Ткорчалского районов. 30% – это рабочие Грузии и представители специальных европейских компаний. Возможности дальнейшего сотрудничества Абхазии и Республики Татарстан обсудили на встрече в Казани премьер-министр Артур Микваби и временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Миниханов. Напомню, Артур Микваби в четверг прибыл в Казань с рабочим визитом. После официальной встречи он рассказал журналистам, что его приезд в Казань является желанием продолжить сотрудничество с Россией и Татарстаном в частности. У нас есть, что у вас посмотреть. Я думаю, что у вас тоже. Мы с удовольствием гостей из Татарстана, вообще всех гостей, в том числе из Татарстана, с удовольствием будем принимать на теплом Черном море, где вы будете иметь возможность, граждане России, Татарстана будут иметь возможность поправлять свое здоровье. В свою очередь, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шейхразиев одним из направлений в совместной работе назвал оказание помощи в подготовке государственных муниципальных служащих. Те программы управления, которые внедрены в наши республики, могут оказаться очень полезными, быстрыми и эффективными. Вторая составляющая – это оказание помощи в части развития и взаимовыгодности. Одним из составляющих – это туризм. Вторая составляющая – это поставка товаров от республики Татарстан, начиная от одежды и завершая автомобилями КАМАЗ. Но и в то же время взаимное получение продуктов, которых можно приобретать в Абхазии. Вы в данном случае абсолютно правильно говорите о продукциях сельского назначения, но в большей степени, так скажем, фрукты. Уже во второй половине дня премьер-министр Абхазии Артур Миквабер посетил Благовещенский собор и главную мечеть Татарстана – Кул-Шариф в Казанском Кремле. Он преподнес в дар Благовещенскому собору набор памятных монет храма Абхазии. О мечети – картину абхазского художника Тимура Авецба. В Сухуме совершено покушение на сотрудника МВД. Заместитель начальника отдела по борьбе с оргпреступностью капитан милиции Бадра Джикерба в четверг был ранен из огнестрельного оружия в левое плечо на территории автозаправки Амсапс. Личность преступника правоохранительные органы установили. Известно и то, что выстрел в милиционера был произведен с переднего пассажирского сидения автомобиля Mitsubishi Outlander, владелец которого также установлен. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями было установлено местонахождение одного из подозреваемых в соучастии покушения на жизнь сотрудника МВД. В результате чего в 11 часов 15 минут сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики и отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум в селе Ачадара Сухумского района в доме Пачалия Адгура Херсоновича был задержан и водворен в изолятор временного содержания Тимур Романович Лакоба, 1989 года рождения, который управлял автотранспортным средством во время совершения преступления. Также установлена личность стрелявшего в сотрудника милиции. Им оказался Пачалия Адамыр Мельтонович, 1979 года рождения, проживающий в городе Новый Афон. По данному факту прокуратуры города Сухум возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность. Проводятся соответствующие оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого лица». Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненным лишениям свободы. Море, солнце, красивая природа – это то, чем каждый год Абхазия в курортный сезон привлекает к себе отдыхающих. Но многие из тех, кто сюда попадают, разочаровываются в отношении к себе. Кражи карманные из автомашин, из квартир. Эта проблема из года в год остается одной из самых острых. Проблема, которая у гостей страны, формирует о ней негативные впечатления. Взять хотя бы официальную статистику МВД последней недели. Накануне вечером в Гудаутске РОВД с заявлением обратился житель Оренбурга. В селе Приморское возле кафе Арсаул неизвестным лицом из принадлежащего ему автомобиля Ниссан были украдены деньги в размере 25 тысяч рублей. Фотоаппарат и мобильный телефон. По факту хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. 6 июня в дежурную часть Гагарского РОВД с заявлением обратилась жительница города Ростова-на-Дону. Ночью, пока она спала, неизвестный проник в комнату через открытую входную дверь и украл айфон шестой модели. По факту хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Несколькими днями ранее в дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение от жительницы Москвы о том, что в кафе на территории санатория МВО неизвестным у нее была украдена сумка, в которой находились айпад, ювелирные изделия, личные документы и банковские карточки. И это лишь официально известные факты. 12 июня – День России. Этот праздник отметили и в Абхазии. В Сухуме в честь этого события представительство Россотрудничества провело велопробег вдоль набережной Махаджиров. Российское посольство совместно с погрануправлением ФСБ организовало праздничный концерт в Госфилармонии. Обо всем по порядку. Надежда Боровикова. Проведение подобных мероприятий уже стало доброй традицией для представительства Россотрудничества. Вот уже третий год подряд различные российские праздники здесь отмечают велопробегами. Примерно три года назад мы провели первый велопробег. Мы проехали из Нового Афона нижней дорогой, нижними эшерами. В Сухум возложили цветы. С нами также участвовали ветераны войны. Ну а после велосипедов стало больше. Появилась даже в Фейсбуке группа «Сухум выбирает велосипеды», где любители велосипедов объединяются на различные велопрогулки в Каманы, в Черниговку, по другим местам. Строят трассу сейчас сами ребята здесь для скоростного спуска, экстремального. То есть это дало такой определенный толчок. Участники велопробега стартовали от ресторана «Рцаху», проехали по набережной Махаджиров и вернулись обратно. Многие желающие не смогли принять участие в велопробеге, так как в Абхазии 12 июня выпало на обычный будний день. Всем же, кто присоединился к акции, организаторы мероприятия подарили праздничное настроение и памятные сувениры. Сегодня большой праздник, День России. И у нас спортивная семья. Мы очень часто принимаем участие в различных спортивных мероприятиях. Часто катаемся на велосипедах. Это не первый наш велопробег. Поздравляю с этим замечательным праздником. Давайте дружить с семьями, народами, домами. Это прекрасно, когда есть взаимопонимание и дружба, искренние отношения. А чуть позже в рамках празднования Дня России в Госфилармонии состоялся концерт, организаторами которого выступили посольства России и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Гостей развлекали местные хореографические и инструментальные ансамбли, а также приглашенные коллективы из России. Казачий ансамбль песни танца Ставрополье уже второй раз выигрывает грант Министерства культуры Российской Федерации. И мы вот в этом году приехали к вам в Абхазию на рамках этой цельевой программы. Нам приятно, что как раз на День независимости России, когда этот концерт будет способствовать укреплению дружбы между народами, благополучия и процветания наших народов и находиться здесь, в Сухуми. Ансамбль Ставрополье – это единственный профессиональный коллектив, который показывает все этнические группы казачьи, которые на территории Российской Федерации. Надеемся, что она понравится всем зрителям, которые пришел сегодня на этот концерт. Свободных мест в зале филармонии не было. Российские военнослужащие вместе со своими семьями на концерт в честь их родины приехали со всех уголков Абхазии. Всем им артисты подарили незабываемое праздничное настроение. А самим певцам и танцорам в завершении концерта начальник погрануправления ФСБ Дмитрий Юдин преподнес памятные призы. Зрители же покидали филармонию с радостными эмоциями. Замечательный концерт. Честно скажу, гордость берет за то, что я являюсь россиянкой и дети мои. Потому что Россия, это и есть Россия, с ее великолепными голосами, инструментами. Хочется поздравить всех своих соотечественников с тем, что наша Россия по-прежнему остается непобедимая, великая, могучая. Дай Бог России еще много лет процветания и всем ее согражданам здоровья. И главное, чтобы был мир. День России стал для нас, военнослужащих, выполняющих защиту и охрану государственной границы Российской Федерации, одним из самых значимых и символичных в нашей жизни. Эта дата является символом единства и свободы нашего народа, отражением патриотизма и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. С такими словами, погрануправление ФСБ России в Абхазии обратилось в этот день в СМИ. Надежда Боровикова, Науран Кваб, Абаза ТВ. 25-ю годовщину со дня принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР отметили Ива Чемчири. Репортаж Амилия Сатурян. День России – большой праздник не только для ее граждан, но и для жителей дружественных стран Великой Державы. Мероприятия, приуроченные к этому дню, прошли и в городе Чемчира, который ведет давнюю дружбу с Домом Москвы и Россотрудничеством. Все началось с возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Россияне всегда гордились своей страной. Сегодня эта гордость увеличивается в разы, так как Российская Федерация под руководством ее президента Владимира Путина становится сильнее во всех отношениях, отметила генеральный директор Дома Москвы Зоя Баутина. И очень приятно то, что страны, которые сегодня сотрудничают с Россией, дружат с Россией, они также находятся в движении вперед к своей независимости и поднятии своей экономики. Конечно же, одной из таких стран является Абхазия. Мы дружим Дом Москвы и администрация Чемчирского района. Молодежная организация Гуэнос, которая работает, на наш взгляд, очень интересно. Естественно, что к празднованию Дня России мы относимся серьезно, ведь именно Россия является нашим большим другом и стратегическим партнером, подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Чемчирского района Беслан Ахуба. От всей души хочу поздравить граждан России с этим великим праздником. Желаю успеха, дальнейшего развития и всех благ нашим друзьям-россияням. Общественная организация «Молодежный центр Гуэнос» также помогла организовать мероприятия, приуроченные ко Дню России в городе Ачимчира. Сегодня Россия является нашим гарантом безопасности, братским нашим государством. И мы почитаем этот праздник, потому что граждане России в Абхазии проживают, граждане Абхазии от имени администрации Чемчирского района поздравляю с Днем Россией всех граждан Абхазии. Перед местным дворцом культуры состоялся концерт, на котором выступили не только местные артисты, но и друзья из соседних Галского и Кварчалского районов. Молодые артисты танцевали, напевая известные русские песни, отчего жители Ачимчира, непринужденно шествующие по своим делам, останавливались и присоединялись к веселью. В самом же Доме культуры был показан художественный фильм Дмитрия Коробкина «Ярослав. Тысячу лет назад». Уже в конце этого месяца в Национальной библиотеке Абхазии завершался ремонт на строительные работы. Ее сотрудники впервые с начала реконструкции побывали в родном здании. О том, как они оценили проделанные работы, расскажет Анастасия Никонова. Библиотечная система страны на пороге перемен. В главном книгохранилище республики уже в конце июня завершатся ремонтно-строительные работы. Сегодня сотрудники библиотеки впервые увидели новое помещение, отремонтированные залы и кабинеты. Здесь, где будут храниться образцы всех изданий, которые за вековую историю книгоиздания в Абхазии, обязательные экземпляры, вот здесь будут храниться. До ремонта сырость, царившая в этом помещении, не разно носила вред редким изданиям. Сотрудники отдела своими силами пытались создать условия для хранения книг, но протекающая кровля добавляла им головной боли. Благодаря проделанной огромной работе, в данном случае мы имеем в перспективе на ближайшие 50-100 лет фонд хранения, на котором будет храниться Веснижний фонд Абхазии. Вот я думаю, что все, что мы изначально просили и требовали, все требования были учтены. И мы очень благодарны строителям всех, кто принимал участие в этой работе. Теперь в здании нацбиблиотеки. Наконец заменены кровля, окна и двери, проведено электричество, налажена система кондиционирования, есть лифт и современная система безопасности. Более того, проведена перепланировка здания, добавлена площадь в 400 квадратных метров, где уже располагаются детские и молодежные читальные залы. Вот в этой комнате будет такая мебель для отдыха детей. Мало кто с родителями, с детьми придут родители. Вот здесь будут для них созданы условия. Мебель мягкая, различия конфигурации, цвета, удобства. И здесь еще стены будут обязательно обклеены картинами из сказок кавказских, из классических европейских русских сказок. Все отделы, которые мы посмотрели, детские отделы, вот это все нам очень нравится, конечно. Надеемся, ждем всех. Пока еще плохо ориентируясь в новом помещении, сотрудники библиотеки все же находили свои рабочие кабинеты. Даже не хочется вспоминать, в каких условиях приходилось работать до начала ремонтно-строительных работ, отмечают библиотекари. Когда мы говорим, что ориентируясь в новом помещении, то есть это не все. Галининг, которые кавказские, которые, как обращаются в их, то в доме AA, не только ремонтно-строительных работ, но и – это именно в генеральный то, куда мы приезжаем. Ремонтно-восстановительные работы, по словам строителей, практически завершены. Следующий этап – обеспечение библиотеки современным оборудованием. И только тогда главная библиотека Абхазии после трехлетнего перерыва наконец откроет свои двери для всех читателей страны. Не попало на турнир. Они решали вопросы на уровне правительства Венгрии. Руководство «Коны Фанас» поддерживает, но они не смогли повлиять на ситуацию. Президент организации прислал нам официальное письмо, в котором сожалеет о случившемся. Чемпионат может быть сорван. Мы не хотим остальные команды лишать возможности спокойно провести турнир, констатировал Джамал Губас. Как бы там ни было, сборную команду распускать не будут. Федерация ведет переговоры со сборной Южной Осетии о проведении товарищеского матча в Сухуми. Напомню, в участии в чемпионате Европы также отказано командам Южной Осетии и Северного Кипра. В завершении выпуска о погоде. По данным синоптиков, в субботу в столице Абхазии будет облачно, временами возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 27, ночью 19 градусов тепла. На этом у меня все. Напоминаю, что с новостями вы также можете ознакомиться на нашем сайте в интернете. Его адреса база.тв. Всего доброго и приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok